и вот совсем не по плану у нас а где ты видел вообще что родили это ты родила и малыш уже сухой зимой на улице в мороз у нас в этом году проходит акция в хозяйстве тут рожают все добрый день и вот совсем не по плану у нас у нас в этом году проходит акция в хозяйстве тут рожают все муж приехал на обед сегодня привез клетки заказывала клетки для перепелов вот он обычно на обед не приезжает ну и надо приезжает дело не в том клетки поставил у тебя там кто-то кричит на выгуле в смысле ребенок я говорю да ладно тебе может и молодые козы там так кричат он не говорит детский голос я аж хотел идти искать потому что ну явно ребенок какой-то кричит представляете клетки я естественно уже покажу в другой раз сейчас не до клеток вот побежали на выгул просто на нет не а где ты видел вообще что ради маленький ходит еще раз посмотрим это ты родила юма посмотрят вон стоит молодая я даже не знал что она беременна она родила ты посмотри я на них вообще я то жду эти родят тут а он уже сухой когда же она родила то ну ты дай конечно пойдем и малыш уже сухой зимой на улице в мороз все побежали отвели мы ее в сарай она конечно очень сильно хочет пить потому что они сразу после окота хотят пить закрыла по разным отделениям вон тут шоколадка стоит мекает до маечка и вон ребенок маечка у нас она 50 процентная нубика ребенок значит 75 процентов это тоже девочка 75 процентная я вообще удивляюсь сегодня ночью было минус 20 минус 18 вчера 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 днем был плюс все таяло вода лужи ночью минус 18 маечка сейчас тоже минус какой не знаю но на улице минус первокотка ведь как все замечательно сама родила самое главное с ребенком все в порядке а вот от нее ты я уже и не ожидала вы представляете ой вот такая у меня оплошность в этом году не записала ну ничего зато я уже стала записывать сейчас когда они родились нет конечно я уже объясняла что я всегда вела тетрадь как и все нормальные люди но в том году я не записала единственный год раз за 10 лет я не записала малышка и и ее мать моя коза и ее бабушка которая была чистопородная заанинка она мне на сене в сентябре давала 6 литров то есть и и бабка она от такой козы ее мать милая давала мне с первого окота 4 200 ну как и положено как и нормально для заанинской козы сколько даст мая естественно я не могу предположить а потому что и покрылась она рано в том году опять же этот переезд наш я знала естественно я видела специально бы я так делать не стала на следующий год конце лета потому что мои козы они раньше даже не начинают приходить в охоту козлов будем закрывать козла котлеточные то они уже сидели у меня отдельно закрытые естественно слава богу что хоть так слава богу они с тунисом не родственники получаются потому что козлов я меняла каждый год это вот третий козел моем хозяйственной биски чистопородный которых я меняла каждый год то есть он покроет всех потом мы его продавали покупали но покроет и вот так то не с 3 козел слава богу что не папа он ей то есть близкородственного скрещивания нет а так в принципе если почитать в интернете как люди открывают фермы то есть специально с 8 8-10 месяцев покрывают козочек ну чтобы увеличить по поголовье мне в принципе нужно увеличить поголовье но конечно специально я так не делала но и слишком я не переживала по этому поводу это конечно же рано но косточка ведь и хорошая не какая-то там убогая тощая но все равно это рано это понятно в этом году мы конечно себя обезопасим и малышку вот такая вторая девочка от туниса чем застыла иди к маме то не знаем как назвать да как что-то назовешь сейчас штук двадцати будет где что-то наберешься так вот у нас с мамой все хорошо все замечательно как видите а кот прошел благополучно без всякого опять же нашего вмешательства это все первокотка шоколадка первокотка мая первокотка все сами справились молодцы на лавку бросила сено потому что это и есть вот этот вот новый загон не стала я ее пихать к шоколадке а здесь кормушка еще не сделано ничего страшного что затопчет тоже хорошо чтобы была подстилка облизывая облизывая ребенка ну вот у нас все благополучно слава богу сейчас пойду сдаивать шоколадку я ее сдаиваю три раза в день но естественно ребенок ее с ней и я ее сдаиваю где она вот она есть ребенок там тоже внизу я ее сдаиваю три раза в день потому как вы имя у нее становится большое а девочка одна козленок один конечно было бы вдвое было бы намного лучше много не нужно трое тоже не надо а вот двое это хорошо было бы первые дни сейчас уже третий день вот первые два дня я прямо опасалась потому что вы имя было очень такое на литое ой тугое прям было видно что отекшая это чувствовалось очень руками сегодня уже намного лучше с утра картина намного лучше я уже не переживаю но сдаивать естественно все равно я три раза сдаивать буду ее да шоколад да шоколад ну хоть тебе хоть тебе шоколад не не скучно будет одной-то в сарае да маечка маечка моя коза ну ты коза моя даже не сказала что рожать ты сегодня собралась да да ой коза а ты фитюлька что стоишь тут дрожишь на улице не дрожала здесь задрожала от страха наверное да малышка малышечка малышечка эти уже хвостики эти хвостики эти малышечка сейчас я уйду отдохнете да не бойся маечка не бойся маечка все вот сегодня у нас опять события вот она мама вот он ребенок опять девочка пока счет у нас 2-0 как-то странно как-то странно знакомиться знакомиться дети с детьми сейчас знакомились звездулька отошла оттуда уже да новые жители тут еще кроме вас сейчас покажу видите вымя то есть это еще только третий день и она еще не раздавилась естественно вымя сейчас подойду вот вот так иногда видно вымя в общем у нее красивое хорошее она уже хорошая вот ушел твой ребенок в дырку сейчас и ты полезешь туда да так у нее даже у нее даже послед не вышел еще до дай мая ага ты присаживаешься чтоб послед вышел дай сейчас маленькая пососет вымя и быстрее все это пойдет у тебя конечно там намного вкуснее сено соломы эти обломки сейчас завалишь на ребенка эту доску вот побежал побежала побежала вот так какие попрыгушки у нас да покажи какие сейчас были попрыгушки звездуль вот такие вот такие вот такие сегодня два дня и вот так мы прыгаем вот так о как видали так у Майи начал отходить по след значит родила то она недавно я не знаю может быть я их сейчас соединю в один загон не хотела я больше мокроты будет больше грязи но шоколадка здесь но шоколадка так и стоит здесь мучит я конечно ее закрою это я просто открыла сейчас эту дверцу погулять хоть ей поразмяться по сараю вот так вы не видите красивое вы не хорошее будем ждать пока отойдет все на этом мы завершаем наш выпуск из сарая я с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания окей а мы и и и и и Продолжение следует...